Бифилярная катушка Первую бифилярную катушку Никола Тесла запатентовал в 1894 году. Слово бифилярная означает двойной, так как катушка мотается сразу двумя параллельными проводами. Поэтому бифиляр имеет 4 выхода, 2 выхода в середине катушки и 2 с краю. Такая катушка является одним из самых простых способов получения биоэнергии эфира аргона. Для намотки бифилярной катушки понадобится двойной медный многожильный кабель длиной от 5 до 10 метров в зависимости от нужного размера. Размер катушки определяется по индукционной плите. Катушка не должна быть слишком большой или маленькой, а примерно соответствовать размеру внутренней катушки плитки. Сечение кабеля может быть различным, но для новичков проще всего использовать 2 на 2,5. Подойдет и кабель акустический. Удобнее мотать плоский и мягкий кабель, нежели круглый и жесткий. В идеале верхнюю толстую изоляцию лучше снимать, но тогда намотать катушку будет сложнее. Катушку можно закручивать как в правом, так и в левом направлениях. Просто перевернув ее на другую сторону, получим другое направление. В целом правосторонний вихрь считается полезнее. Намотку следует производить от середины, предварительно оставив 50 см свободного кабеля. Для фиксации кабеля при намотке удобнее использовать суперклей. Также можно скреплять изолентой, скотчем, пластиковыми хомутами-стяжками. Для включения бифилярной катушки следует правильно соединить провода. Верхний провод из середины катушки соединяем с нижним проводом края катушки. Оставшиеся два провода подсоединяем к нагрузке. Индукционная плита подойдет любая, но на самых дешевых моделях внутренняя катушка не медная, а покрыта лаком под медь, что нежелательно. При подключении важно, чтобы кабель от катушки не проходил через панель управления плиткой. Это может привести к поломке плиты. Также рядом с работающей бифилярной катушкой не должно быть электронных устройств телефонов. Просто положенная на индукционную плитку катушка работать не будет, обязательно нужна нагрузка. Поэтому сначала подключаем приборы потребители, а уже потом кладем бифилярную катушку на плиту. Для нагрузки подойдут любые проводники, электрочайники, кипятильники, утюги, масляные и инфракрасные обогреватели, лампы накаливания. Электроника на микросхемах, телефоны, ноутбуки выйдут из строя. Оптимальное соотношение выбранной мощности индукционной плиты к нагрузке на бифилярную катушку 1 к 3, то есть на 1000 ватт рабочей плиты, 3000 ватт нагрузки. Сверху на бифилярную катушку желательно положить кристаллы и магниты, кроме неодимовых. Кристаллы работают как усилители полезной энергии, а магниты немного тормозят поток и перенаправляют его в стороны, для более полного насыщения окружающего пространства эфиром. Также на бифилярной катушке можно заряжать воду. В этом видео собрана лишь часть опыта участников чата. Полную информацию читайте в чате гараж цельнозора.